Мы продолжаем следить за ходом судебных разбирательств вокруг ситуации на озере Круглое. В понедельник, 3 сентября, Дмитровский городской суд удовлетворил очередной иск Дмитровского прокурора в интересах России в лице Министерства экологии и природопользования Московской области, группе граждан, чьи земельные участки расположены на землях особо охраняемой природной территории озера Круглое Гобовского сельского поселения. Окрестности известного на все Подмосковье природного заказника регионального значения распроданы под коттеджную застройку. Берег озера Круглое и его притоки засыпаются строительным мусором и грунтом для повышения уровня берега и формирования стройплощадки. Остановить это вопиющее безобразие пытаются возмущенные местные жители и правоохранительные органы. По гражданским делам о незаконности коттеджной застройки озера Круглое прошли землеустроительные экспертизы, которые четко обозначили, в каких размерах использование данных земельных участков под строительство противоречит российскому природоохранному законодательству. Отношений у нас никаких с ними нет. Мы приходим на суды, а они на суды не приходят. Прошло несколько судебных заседаний, где Дмитровская прокуратура выставила их ответчиками. Мы пришли как наблюдатели. Дмитровская прокуратура была, был в МСЭК, ответчиков не было. Ни на одном из прошедших фактически двух уже до конца судебных процессов первой инстанции. Напомню, путем долгих переговоров местных активистов и Министерства экологии и природопользования Московской области в 2016 году было принято решение о реорганизации заказников памятник природы. А в 2017 году правительство Московской области издало постановление о постановке памятника природы и его охранной зоны на кадастровый учет. Кстати, при реорганизации регионального природного заказника озера Круглое, Долгое, Нерское и его ближайшее окружение Министерство экологии и природопользования Московской области считают, жители ближайших к озеру населенных пунктов целенаправленно уменьшило границы в пользу земель, принадлежавших застройщику ЗАО «Спорт Интер». Данное решение было принято Министерством вопреки заключению комплексного экологического обследования, мнению экспертов, а также мнению местных жителей и общественных организаций. Видны только периодически машины собственных, которые сюда приезжают, и мы надеемся, что они собирают вещи. Ну и продать, наверное, теперь или купить здесь достаточно сложно, да, процесс? Достаточно сложно было продать и изначально здесь участки. Я сомневаюсь, что вообще кто-либо здесь мог купить, даже человек, который далек от всех кадастрового схем и так далее, наверняка задумается, что за подарок такой небесный купить в 20 метрах от уреза воды участок себе в памятнике природы. Новые границы провели по урезу воды озера Круглое с охранной зоной всего от 10 до 40 метров. Остальную особо ценную территорию, ранее входившую в границы и в охранную зону заказника, отдали под застройку. Сейчас полным ходом идут судебные разбирательства вокруг застройки берега озера Круглое в Дмитровском городском и в Московском областном судах. Строительство коттеджей на заповедных территориях, по имеющимся наследствиям, пока приостановлено. Сейчас иски поданы лишь по части, захваченные коттеджными застройщиками территории. Три суда уже выиграны. Прокуратура потребовала прекратить любые работы на участках, запретить их продавать, наложить обременение и поставить на кадастровый учет. Работы по свозу грунта и формированию искусственной возвышенности на берегу озера, которые шли много месяцев, сейчас прекращены. Затишье длится уже полгода. Ну, до официального демонтажа забора еще далеко, да? Не думаю, что далеко. У судебных приставов уже исполнительный лист находится и в ближайшее время, я думаю, в течение двух недель мы можем их ожидать уже здесь. Частичный демонтаж, да? То есть по тем участкам, которые были судебные решения, да? Холм, который насыпала компания ООО «Мусорное братство», нужен, по предположению жителей, для того, чтобы передвинуть границу охранной зоны озера, так, чтобы захваченные участки оказались за ее пределами. Ведь в документах указано, что охранная зона Круглого находится в пределах от урез воды до первого склона. Вот и решили сделать еще один рукотворный склон там, где это удобно застройщику. История судебных разбирательств по ситуации на заповедном озере Круглое продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok